Можете, пожалуйста, рассказать немножко о бэкграунде этого проекта, как пришла идея? Все очень просто. Я долго искал некую тему, которая меня бы волновала. Опять же, я очень люблю жанровое кино, и, соответственно, мне нужно было найти сначала тему, а потом понять, какую форму этот фильм обрел. И внутренние процессы, которые во мне протекали, это то, что нашло отражение потом в фильме. Это некое существование конформиста, человека, который пытается приспособиться к некой системе, извлечь выгоду. И того идеалиста, которым я был в подростковом возрасте, преисполненный идеалом. И, собственно, два этих человека стали жить во мне, и я просто понял, что мне важно столкнуть их. И понял, что это наиболее правильная площадка и платформа для того, чтобы столкнуть двух этих персонажей должно быть исключительно расследование некоторого преступления, которое приведет этих же людей, этих героев к преступлению, которое они совершат в отношении друг к другу. Итак, первое, я прошла несколько минут за то, что мне было впечатляемо. И, как я сказал, я люблю фильмы genre. И тогда этот вопрос начался в форме, в зависимости от процесса внутренней работы между формизмом и идеализмом. Когда я был 18, я был очень идеалистичным. И поэтому я думала, что эта история, как описано, будет лучшая платформа для того, чтобы показать их сражение между другими другими. Я хотел бы смотреть несколько коротких фильмов, как «Скам», «Реккент», «Фольс Аларм», «Певи», «Экзекуция» — это первый фильм. Пожалуйста, расскажите немного о том, что источник этого фильма. После работы над короткометражными фильмами это ваша первая полнометражная работа. Расскажите, пожалуйста, о том, как шла работа над ней. Спасибо большое за вопрос. Да, это мой первый фильм. Я долго к нему опять же шел. Мы работали на сценарием около двух лет, и потом уже в процессе съемок доводили его до конца. То есть общий процесс работы над фильмами занял три года. Сам процесс, конечно, был сложный. Это, прежде всего, страх. Страх перед такой дистанцией, в которой ты находишься. Я до этого этого не делал. И встречался со старшими товарищами, спрашивал у них советы и так далее. Но не существует никаких советов, как делать кино. Ты ошибаешься. Чаще всего, и очень важно, мне кажется, ошибаться на этом этапе, чтобы понимать, как ты в будущем будешь выстраивать следующий проект или в процессе, пока ты снимаешь, ты учишься и понимаешь, что, ага, таким образом я не могу позволить себе снимать на следующий день. Мне нужно быть или лучше готовым, или то решение, которое у меня есть, не самое удачное. И мне нравится, что только сейчас, пройдя этот тяжелый путь, я понимаю, что все трудности, которые происходили, дали мне больше, чем те смены, которые происходили очень легко, комфортно. Потому что именно в самых сложных моментах я и открывал для себя какие-то новые вещи. Я здесь. Я здесь. Я здесь. У тебя опять микрофон выключился? Доктор и второй, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. 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 Я здесь. Вы слышите меня сейчас? Да. Perfect. Это был мой первый работ. Я очень боялась, потому что я никогда не делал это раньше. В первую очередь, я пытался искать ответственность от людей, но потом я научился, что нет ответственности в этом районе, потому что ваши ошибки помогают выучить. Вы умеете выучить по игре. Это было тяжело. Но трудности мне дали больше опыт и важные моменты для того, чтобы выучить, чем другие проекты, которые могут быть легче для меня. Что для вас должно быть хорошим направлением? Почему вы можете рассказать о вашем работе с Николем Камач, Дани Спиворовский и Юлия Снегири? Расскажите, пожалуйста, о своей работе с актерами, с Никотавадзе, с Юлией Снегири и другими. У меня изначально театральное образование. И, соответственно, я еще в студенческие годы умел работать. Я начал практиковать репетиции. И я понимал, что сценарий достаточно сложный. Для того, чтобы выйти на площадку без репетиции, это практически невозможно было бы снять. И у нас был репетиционный период с артистами, где предварительно я нарисовал сначала всю эскадровку фильма. Я извиняюсь, я не могу слышать кто-то. Все здесь? Да. Я потеряла вас на стороне, Ладо. Пожалуйста, повторяйте. Окей. С момента стори-барда, да? Да-да-да. После стори-барда я предложил не читать, как это обычно принято в кино, когда все артисты собираются и вы читаете сценарий. Артисты согласились принять участие и так, на основе того, что они прочитали сценарий. Я отдельно собирался с артистами точечно по линии персонажей. Допустим, Никотавадзе и Даниил Спиваковский. Соответственно, мы собирались и полностью их линию прочитывали и тут же репетировали, потому что у меня были идеи, как я хочу это, собственно, воплотить, и мы на ногах с текстом на полсилы пробовали это сделать. Дальше я расскажу тогда, как ищи дальше последний класс. Хорошо. Моя первая учебная 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 является в театре. Я была знакома с процессом репетирования, и я знала, что сценарий был довольно сложным, чтобы не было репетировано, поэтому мы провели довольно долго репетирование. Первый период. First, I made storyboards for all the scenes, then we didn't read the script the way it is usually done, but I... Оля опять потерялась. Оля отключился микрофон. Sorry. Can you hear me now? Yes. Okay. So we had separate rehearsals for each plotline, for example, the plotline with Nico and Daniel. We got together, we read the script, and then we rehearsed it on the spot, standing up, but not in full force. Также отдельно мы работали по линии Юли и Nico. Соответственно, мне самое важное было наметить их актерское существование, при этом я просил их не играть на 100%, не выдавать все эмоции, потому что очень важно было сохранить этот заряд, и я старался не делать много дублей для того, чтобы они собирались на какое-то количество условных дублей, и заходя в сцену, понимая рисунок некой мизансцену, могли уже полноценно делиться с нами в сцене своими эмоциями, своим состоянием и действовать. И самое главное, что у нас был один непрофессиональный актер, он имел маленький опыт съемок, но такой большой роли — это Валита, самый главный лица, которого ловит Севастьянов в подвале, который застает его в момент мастурбации на банке. Соответственно, это был непрофессиональный актер, и с ним сложнее всего было работать, потому что если с профессиональными артистами я мог говорить на одном языке, то с ним мы работали очень много на существовании импровизации. Я приглашал Даниила Спиваковского, который как бы играл его, соответственно, и мы вместе с ним искали какие-то детали проявления тела, жесты, чтобы персонажи были похожи. То есть, чтобы Даниил, то есть, персонаж Даниила и персонаж Валиты, они были похожи, чтобы два персонажа играли зеркально, и так как один непрофессиональный, а другой профессиональный, мне нужно было их вместе подружить с точки зрения пластики. И вот эту пластику мы вместе, как бы вот сидя напротив друг друга, они искали, чтобы найти связь. Потому что, повторюсь, непрофессиональный актер очень сложно, потому что он не владеет своим телом, не знает, как повторить дубле в дублю то, что у него получалось, допустим, в первом, он не может сказать еще раз. Да, да. И еще раз. И еще раз. Еще раз. У нас есть один не профессиональный актер на команде. У нас был человек, который играл в Валитах, а это первая убийца, который был сыгран в его сервере. Это было тяжело, потому что он не профессиональный актер, который был искренен. Это было бы с ними для его чтобы найти какие-то существа и какие-то миксеры для его характера и чтобы их персонажи быть они похожи из формы. Потому что они должны быть похожи по книгу. Это фильмов появляет политическую сообщение о развитии страны. Вы расскажите немного о том, что? О чем я понимаю? О том, что это происходит? О том, что это происходит в этом фильме. А расскажите, пожалуйста, еще о политическом подтексте этого фильма. Происходит в том числе и в нашей стране, поскольку есть те люди, которые работают и представляют интересы системы, и система существует сама в себе, и она работает только на самом себе. И есть идеалисты, которые пытаются изменить эту систему и сталкиваются с ней. Конечно же, в этом конфликте, в этих двухполярных зарядах не могут быть в моем понимании победить никто. Это мое высказывание в этом и существует, что не должно быть проявления такого, как иссычия, который становится частью системы. Не должно быть, условно, персонажа, как Севастьянов, который не принимает систему, берет все совершенно в свои руки и совершит самосуд, и является неким богом и судьей абсолютно, как бы, самому в себе. Должна изначально работа система для людей. И вот это, если говорить о неком политическом... Да, вы слышите? Да. Да, конечно, конечно, это все, что это все равно, что это еще разнообразно, даже если фильм создан между начальными 90-х и 90-х, но это еще разнообразно, потому что мы имеем в виду сейчас, это в какой-то и в какой-то момент, как они имели, и система только работает для себя, для того, чтобы их уроки и за свой sake. И будет всегда есть идеалисты, которые взаимодействуют с системой, и мои мечты, что никто не может победить. Ниже Иса, который вдруг будет частью системы, ни Севастьянов, который начинается считать всех, как он сам. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok